Всем привет! Решил поделиться мнением о своем новом приобретении мышь и коврик Asus Rock по мотивам довольно известного аниме Gundam. Хотя честно признаюсь, ничего о нем не знал до момента покупки. Пока вы наблюдаете, как я занимаюсь распаковкой, несколько слов, почему я выбрал именно этот комплект. Обычно я использую недорогие поверхности от А4 и они меня вполне устраивают, особенно учитывая цену. В общем, мой старый коврик дошел до такой степени износа, что в одном месте резина начала превращаться в какую-то липкую субстанцию. И я подумал, неплохо бы купить что-нибудь посолиднее и желательно не черное. К моему удивлению, на рынке все какое-то мрачное и единственное, что привлекло мое внимание, это поверхность от Asus. У них существует целая серия разнообразных продуктов по этой тематике и если бы я был истинным фанатом, наверное, собрал бы себе полный конфиг. Но решил остановиться на том, что мне реально необходимо было бы обновить. По цветовой схеме очень понравилась также и мышь, поэтому заказал и ее. Клавиатуры в Украине в продаже пока нет, наверное, из-за того, что надписи только на английском. В любом случае, там отсутствует цифровой блок, а это меня не очень устраивает. Принт на коврике очень четкий и выглядит отлично. На резиновой основе заметил небольшой дефект отливки, но не думаю, что это критично. Ковер прошит по краю и сейчас так делают практически все производители на рынке. Важная деталь на фото в сети, синяя часть рисунка скорее голубая, но в реальной жизни она более глубокого синего цвета. И этот оттенок больше подходит по стилю под цвет мыши и клавиатуры. Также можно заметить аббревиатуру ROCK, нанесенную на фоновом рисунке. Переходим к мышке. Приятно, что упаковка дополнительно защищена пленкой в стилистике Republic of Gamers. Хочу отдельно отметить внимание к деталям на самой упаковке. Рисунки выполнены рельефной краской, использованы голографические надписи. Единственное, что горчает, это немного тонкий картон. В любом случае, все выглядит очень круто и не думаю, что у кого-нибудь поднимется рука выбросить эту упаковку в мусорную корзину. Поверхность манипулятора матовая, за исключением красного пластика возле колесика и части дополнительных кнопок. Боковины не прорезинены, но имеют определенный рельеф для лучшей фиксации. На нижней части мыши имеется желтая кнопка переключения режима в DPI. Честно говоря, я не знаю, многие ли ей пользуются. Скорее всего, вы так же, как и я, выставляете один режим и забываете про ее существование. Также снять четыре черные заглушки, можно разобрать мышь и заменить свечи на основных кнопках. Но аналогично, не думаю, что многие будут пользоваться этой опцией. Кабель просиликоненный, в меру мягкий, с фирменной липучкой Republic of Gamers. Давайте послушаем, насколько шумные здесь кнопки. Правая клавиша заметно шумнее. Колесо прокрутки издает неприятные звуки, особенно при скролле вверх. Также вам доступна фирменная ПО от Asus, Armory Crate. С его помощью вы можете настраивать различные режимы подсветки, а также изменять назначение дополнительных клавиш и прочее. Давайте посмотрим на несколько режимов подсветки, но хочу отметить, что камера не полностью приводит картину, и в жизни все выглядит намного лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Мышь и коврик радуют глаз, ни секунды не жалею о покупке. Кстати, заплатил я за них примерно по 35 долларов, что является вполне адекватной ценой на сегодняшний день. Есть, конечно, мелкие минусы, такие как шумный скролл, а также фирменное ПО, которое создает слишком много лишних процессов в системе, и которое к тому же смотрит в сеть. Если говорить с точки зрения комфорта использования, то мышь имеет довольно удобную форму, к ней быстро привыкаешь. Коврик также очень приятный. С другой стороны, если вам хочется, например, сэкономить, то можно купить самый дешевый комплект от A4, который будет сопострим по удобству, но по качеству материалов, конечно, будет сильно уступать. Думаю, на этом буду заканчивать видео. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok